МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На снегоболотоходе съемочная группа программы «Вместе поросей» отправилась в путешествие по самой северной части Уральских гор – Полярному Уралу. Это край вечной мерзлоты. Автодорог в привычном понимании здесь нет, но в холодное время года можно проехать по заснеженной трассе, проложенной вдоль русла реки Сопь. Застывшие водоемы, карликовые деревья и каньон, где можно укрыться от ветра – это все мы встретили по пути. А еще оценили особенности погоды в этом уголке российской Арктики. Сейчас мы гуляем достаточно тепло, светло и нет ветра. Через полчаса, 20 минут придает облачность, давление поменяется и дунет ураганный ветер. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Крылов. Сегодня едем на край земли. Именно так с ненецкого переводится слово «Ямал». Нас ожидает знакомство с Ямало-Ненецким автономным округом. В горы мы направимся в финале программы, а сначала изучим равнинную часть региона. Заглянем в чум, попробуем строганину и узнаем, как выбирали имя для найденного в тундре мамонтенка. Побываем в гостях у жителей полярной тундры и узнаем, чем зимой питаются северные олени. Проведем день в рыбацком поселке на берегу Аби и заглянем в бывшую резиденцию хантыйских князей. Пересечем границу полярного круга и покажем единственный в мире город, расположенный на этой линии. Отправимся в путешествие к Крайской горе и остановимся на льду застывшего озера. Побываем на берегу реки Полу и изучим реконструкцию старой крепости. Большая часть Ямала-Ненецкого округа расположена за Полярным кругом. Вообще, Ямал – это название крупнейшего в этом регионе полуострова. Но часто так именуют весь регион. На западе он граничит с Республикой Коми и Ненецким округом, Архангельской областью, на востоке – с Красноярским краем, а на юге – с Ханты-Мансийским округом. Важная деталь. Долго такие города, как Салихарт, Новый Уренгой, Надым и Лабытнанги относились к пограничной зоне, и для въезда туда нужно было оформлять пропуск. Теперь они открыты для туристов. Путешественники могут свободно перемещаться по северным просторам, чем мы сейчас с вами и займемся. 4,5 тысячи километров от Анадыря, полторы тысячи – от Мурманска, 600 – от Ханты-Мансийска и всего 150 – от Устья-Аби. Мы на льду Великой Сибирской реки. И отсюда начинаем путешествие по краю земли. Именно так называют Ямал. На правом берегу Аби раскинулся Горнокнязевск. Сейчас рыбацкий поселок с двумя улицами, а когда-то здесь располагалась резиденция хантыйских князей. Их владения простирались до Северного Ледовитого океана. Князья из династии Тайшиных обосновались в этих местах в 17-м столетии. Известно, что в 1679 году один из ее представителей получил от царя Федора Алексеевича грамоту с правом обращаться к Москве напрямую в обход Тобольского воеводы. И сегодня в Горнокнязевске живут представители именитого рода. Порядка пяти семей в этом поселке проживает. С этой фамилией. Княжескую фамилию носит и наша новая знакомая. При этом Клавдия, по первому впечатлению, человек простой. И рыбу вместе с мужем ловит, и с оленями на ты. Это наш Палыч. Он такой прям общительный, да? Да. Я, когда подхожу, всегда вот так делает. Работает наша героиня в этнографическом центре. Знакомит гостей с особенностями жизни коренных жителей. А тайшиной стала, когда вышла замуж. Мои родители занимались оленеводством. Жили в оленеводстве. Так получилось, что я даже в тундре родилась, в чуме. Если муж – представитель древнего хантыйского рода, то сама Клавдия из ненецкой семьи. Благодаря такой биографии знает жизнь коренных северян во всем ее многообразии. Напротив поселка вот эта гора находится. Она считается священной горой. Там никогда не ходили женщины. И не ходят никогда, даже по сей день. Я там никогда еще не ходила. Потому что, выйдя замуж, мне муж сразу говорю, вот это место считается священным. На берегу стоят заметенные снегом моторные лодки. Почти в каждом дворе припаркованы традиционные бударки. Здесь все напоминает о рыбной ловле. Сейчас я подхожу к лункам. Здесь подо льдом проложены сети. Рыбной ловлей всегда жил Горнокнязевск. И сейчас, и в княжеские времена. Как бы ни был ты оседлым, но все равно чум. Ставился вот так вот по берегу, на этой горе. Вот это как раз место родовое считается родовым даже местом тайшиных. У них здесь издревле стояли чумы. Я родился здесь, но у меня, получается, дедушка с Тюменской области приехал. Он был бригадиром. Он рыбачил. Ну вот, у меня папа уже тут родился, в поселке Сангапан. Дмитрий – мастер-костарец. Для своих работ использует останки, в том числе доисторических животных. Эта композиция называется Туман. Это материал – зуб мамонта стабилизированный. Рог оленя, кость мамонта, дерево бук. Для меня самый хороший материал – это бивень мамонта. Почему? Потому что он достаточно хорошо режется, шлифуется и полируется. Плюс у него может быть достаточно большая цветовая гамма у корки. В зависимости, с какими материалами, минералами он соприкасался, когда был в земле. Сейчас Дмитрий обрабатывает кость с помощью бормашины. А изначально использовали короткие металлические ножи. Считается, что этому промыслу на Ямале около двух тысяч лет. При этом умельцев было немного. Секрет ремесла передавались от отца к сыну. Вот и наш герой впервые взял инструмент под руководством отца. У меня дома была мастерская. У меня папа занимался не резьбой по кости, а резьбой по дереву. Ну, наверное, оттуда пошла любовь. Отпуск у Дмитрия продолжительный 57 дней. Как и другие жители севера, старается выезжать в теплые края. Признается, за два месяца успевает соскучиться по любимому делу и родным просторам. Здесь у нас леса тундра. Очень красиво. Полно рыбы, полно ягод. В поселке народу немного. Все друг друга знают. Уютно. Из бывшей резиденции хантыйских князей берем курс на современную столицу региона. Салихард не самый крупный город. По числу жителей уступают Новому Уренгою и Ноябрьску. Но именно Салихард один из самых старинных в российской Арктике. Он основан в царские времена как крепость и изначально носил имя Абдорск. На его территории проходила знаменитая ярмарка, куда съезжались купцы из Тобольска, Иркутска, Архангельска, Нижнего Новгорода и многих других городов. Чем еще интересен Салихард, узнаем прямо сейчас. Салихард – единственный в мире город, расположенный на линии Северного полярного круга. Эта стела как раз напоминает об этом. Особенность города здесь не бывает полярной ночи, зато полярный день длится ровно месяц. История Салихарда уходит вглубь веков и обросла легендами. По официальной версии, в 1595-м русские казаки заложили острог на речном берегу, где уже существовало поселение коренных жителей. В конце 18 века крепость упразднили. Село, которое тогда называлось Абдорск, становится волосным центром Тобольской губернии. А в 1933-м Абдорск переименовали в Салихард. К тому моменту он уже был столицей Ямало-Ненецкого национального округа. Салихард в переводе с Ненецкого означает «поселение на мысу». То есть так или иначе обозначалось, что это место, где живут люди. И вот тот самый мыс Доби несколько километров, а это ее приток – река Полуй. У нас располагается речной порт. В настоящее время он является грузовым. Раньше был грузопассажирский. И на зимнее время сюда ставят корабли, которые готовят к летнему навигационному сезону. Прямо над речной гаванью – чистоколы заостренных бревен, смотровые и проезжие башни – в самом центре деревянная церковь. Это такой собирательный образ острогов, крепостей на территории Западной Сибири, которые, по сути, являлись фортпостами. В арктическом городе, где зимой температура опускается до минус 40 градусов, есть свой Арбат – пешеходная улица Ленина. Даже в мороз здесь гуляют люди. И, судя по всему, жизнь кипела и в царские времена. Тогда улица называлась Кабацкой. Типичная история многих северных городов, куда люди приезжают по работе, а спустя годы перебираются в теплые края – не про Салихард. Здесь есть те, кто даже в вечной мерзлоте, что называется, готов пустить корни. Они знают всех своих предков, кто чем здесь занимался. И эту историю они бережно хранят. Владимир Феофанов – потомственный летчик-полярник. В далекие 50-е в северный край переехали его родители. Сам он появился на свет уже на Ямале. В том Салихарде, который был деревянный Салихард. Тот, который занесен снегом, где, в общем-то, входишь в школу, за несколько километров до школы добираешься. Ну вот, такой был Салихард. Деревянные тротуары, деревянные дороги. Ямал – это очень уникальный, удивительный край. Благодаря такому холоду, суровости на Ямале присутствует такое удивительное явление, как вечная мерзлота. Мерзлота или многолетняя мерзлота, в которой сохраняются уникальные находки. И в том числе целые туши крупных животных, жившие в ледниковом периоде – это мамонты. Отдельные кости и собранные скелеты доисторических животных можно увидеть и в других местах. Но только в Салихарде выставлены настолько хорошо сохранившиеся останки. Это мамонтенок, самочка, возраст от одного до трех месяцев. У нее даже есть имя. Да, у нее есть имя Люба. Назвали ее так в честь жены автора находки. Это был Юрий Худи, оленевод, который обнаружил данное животное. В снегу он его заметил. Находку сделали в 2007 году. И сразу стало понятно. Это сенсация. В руки ученых попал мамонтенок практически в идеальном состоянии. Любу изучали специалисты из США, Японии, Франции и, конечно, нашей страны. На ней кожа полностью с мышцами, с тканями. Очень удивительно, что хобот хорошо сохранился. Это достаточно такая вот часть хрупкая. Но перенесемся на несколько тысячелетий. Во времена, когда мамонты уже вымерли, а выросший вокруг крепости Абдорск превратился в купеческий центр. Это маленький кусочек сохранившегося старого Абдорска. Усадьба 19 века – редкая для Салихарда уцелевшая постройка царских времен. В качестве материала использовали доставленную по реке древесину. То есть вот это раньше была барка, да? Да. Которую сплавляли вниз по течению Аби. Да, с товаром все дошло. Заводился товар. И потом, придя сюда, ее разбирали и продавали местным жителям в качестве строевого леса. И вот даже сохранилась надпись на стене «Некий Соколов М» оставил здесь свой автограф. И мы не знаем, кто такой Соколов. Еще больше тайн скрыто в доме. Изначально здесь проживала одна семья. Известно, что это были представители народа Коми. Они переселенцами из Архангельской губернии, по всей видимости, вели такой же образ жизни, как и немцы на Ямале. То есть были кочевниками-оленеводами. Перешли сюда, на Ямальскую землю, и остались здесь жить. Неожиданности начались уже в наши дни, когда усадьбу решили превратить в музей и начали реконструкцию. Дом разбирается. Из стены достаются доски. И часть этих досок имеет изображение. И таким образом было обнаружено пять икон. Удивительно, после революции в доме одновременно проживало по пять семей. Но никто не подозревал, что замуровано в стене. Это самая поврежденная икона из всех. Там восстанавливать икону полностью не стали. Они лишь законсервировали ту часть фрагментов, которые еще остались. Клад нашли и на чердаке 9 тысяч так называемых керенок. Рублей, которые выпускало временное правительство. Они настолько хорошо были спрятаны, что люди, которые здесь жили лет 70, поколение в поколение, с маленькими детьми, которые постоянно использовали чердак как место своих игр, ничего не обнаружили. Ну, продолжим прогулку по Салехарду. Заходим в городской парк. Это место называлось Грязный лог. Сюда стекали источные воды. Ну, по сути, такое место сельской свалки было. Парк разбили комсомольцы 30-х годов. Им пришлось потрудиться. Ничего подобного в этом уголке Арктики раньше не было. Сюда был завезен плодородный слой земли, ну и высажены деревья, которые на сегодняшний день являются одними из самых высоких деревьев у нас в городе. То есть и в Заполярье цветут сады? Да, естественно. С того момента, как здесь делали сад, он становится излюбленным местом проведения досуга горожан. Если вы уже продумываете маршрут поездки, я расскажу, как лучше всего попасть в округ. Салехард связан авиарейсами с Омском, Тюменью, Санкт-Петербургом и многими другими городами. Перелет из Москвы обычно длится три часа. Из Новосибирска чуть больше двух. Также аэропорты, принимающие пассажирские лайнеры, есть в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Ямбурге. Маршрут поезда Москва-Лабытнанги проходит через такие города, как Ярославль, Вологда, Ухта и Печора. Путешествие из столицы займет двое суток. Билет в этом случае стоит около 7 тысяч рублей. Еще одна железнодорожная ветка ведет в Ноябрьск и Новый Уренгой. По пути состав делает остановки в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и Сургуте. Внутри округа можно путешествовать на машине, снегоходе или оленей хупряжках. Именно на таком транспорте преодолевают внушительные расстояния коренные жители. Сейчас нас ждет знакомство с семьей, которое лето проводит на берегу Карского моря, а зимой перемещается на сотни километров вглубь материка. Мы съехали с трассы, соединяющей с Алихарты на дым. Впереди несколько километров по бездорожью, который нужно преодолеть на снегоходе. Мы едем в гости к оленеводам-кочевникам. Они живут в чуме и передвигаются вслед за своим стадом. В условленном месте нас встретил Вячеслав Лаптандер, хозяин оленевого стада. По пути Вячеслав подъезжает к своим питомцам. Их нужно отогнать ближе к стойбищу. Для оленевода повседневная работа для нас необычное приключение. Итак, едем вслед за оленевым стадом. Вместе с нами собака. Пастух. Пастущая собачка. Вскоре Кутю, так зовут четырехлапую помощницу, принимается за дело. Спрыгивает со снегохода и начинает гонять оленей. Удира! 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 Ежегодно семья Лаптандеров наматывает сотни километров по ямальским просторам. Самые холодные месяцы кочуют на правом берегу Аби. А весной по льду реки переправляется на западную сторону. Через предгорье Полярного Урала двигается на север. Лето проводит на побережье Карского моря. Немножко прохладнее, меньше комаров, оводов. И это для них благоприятно. Олени в тундре – главное богатство и средство передвижения, и источник пищи. Мы чуть-чуть вскрыли сугроб под снегом. Видим вот этот светлый мох. Это и есть ягель, которым питаются олени, в том числе зимой. Олени шкуры покрывают жилище. Как говорит Вячеслав, такой чум можно разобрать меньше, чем за час. И в случае необходимости двинуться в путь. А менять местоположение в течение года приходится регулярно. Наверное, раз в 50. 50 раз? То есть это часто вы передвигаетесь? Да, довольно часто. Рядом с чумом проводят время собаки-оленевода. Это все потомство уже знакомой нам кутюм. У нас шесть всего. Шесть, да? Ну это достаточно много. А почему столько? Они обычно устают в осеннее время, когда по грибам олени разбегаются. Кочевники на Ямале живут по заветам предков. Но и о техническом прогрессе не забывают. У семьи лаптандеров в походном комплекте и спутниковая антенна, и генераторы, и солнечная батарея. Отец Вячеслава признается, еще недавно снегоход был диковинкой. Теперь все иначе. Мое возрасте, если кто-то еще в тундре находится, они пользуются оленивыми пряжками. А так молодежь все на снегоходы сели. Пообщавшись на свежем воздухе, заходим в чум. Олениводы показывают свое жилище. Очень просто. Практично. С собой кочевники возят половицы. Их укладывают прямо на землю. Все щели тщательно заделывают. Так ночью можно не топить печи, сохранится тепло. Для чума обычно выбирают ровное место. Олени кружат вот так. Останавливается у них мягкой. Она утрамбовывается. А потом на них чум. Чума ставят. Стройбиси, например, три чума. Тем временем Вячеслав достает заготовленную еще осенью замороженную рыбу. Предлагает попробовать арктический деликатес – строганину. Пыжьян. Пыжьян. Да. Это озерная, речная? Озерная. Озерная. А как вы ее ловите? Удочкой или сетями? Сетями. Тут у нас соль перемешана с сердцем. Макается соль и не в кетчуп соус. После строганины основное блюдо – жаркое из оленины. Его приготовила жена Вячеслава Вера. Сарку называется у нас по-нецки. Как говорит Никита Алексеевич, это походное блюдо. Такое жаркое кочевники обычно едят во время длительных переездов. Мясо калорийное. И силы у человека сохраняются до вечера. То есть его варили, а потом в холодном виде употребляли? Да, в холодном виде. Оно остынет, накрывали. Оно теплое сохранялось. И прямо на середине пути останавливали и кушали. Для приготовления пищи ненцы оленеводы используют озерную воду, либо, как сейчас, талый снег. С картошкой тоже проблем нет. В наши дни покупают в магазинах. В царские времена выменивали у купцов. Купцы жили. У каждого купца был определенный договор. Семья такая, это несколько семей. Они снабжались на весну с расчетом того, что они осенью расплощатся товаром. Изучив правобережье, в финале программы мы заедем на левый берег Аби. Сразу скажу, что ближайший мост через эту водную артерию расположен в сотнях километров от Селихарда, в Сургуте. В общем, путь не близкий. И вот, как переправлялась на противоположную сторону наша съемочная группа. По ледовой переправе. Обычно она открывается в конце ноября, а закрывается в последних числах апреля. И это нужно учитывать путешественникам. Когда теплеет и очищается от льда, начинает ходить паром. Отправились мы на левый берег ради заснеженных вершин полярного Урала. Причем отправились на снегоболотоходе. На самом западе Ямала пейзажи резко меняются. Арктическая тундра уступает место полярному Уралу. Река Собь течет и среди горы по тундре. А начало берет на границы двух частей света. В считанных десятках километров отсюда Европа встречается с Азией. Асфальтовая дорога заканчивается у поселка Железнодорожников Харп. Дальше ехать нужно по проложенной вдоль речного русла заснеженной трассе. Пользуемся старыми вездеходными дорогами, которые проложили геологи во время освоения полярного Урала. Для передвижения мы используем экологичный транспорт на шинах низкого давления, чтобы не создавать ущерба природе. Сугробы и другие препятствия для снега болотохода не помеха. Машина заметно раскачивается на неровностях, но уверенно двигается вперед. Мы остановились у подножия горы Раиз. Раиз, да? Раиз. Название получилось из двух слов – русского «рай» и комизырианского «из». В буквальном переводе означает «райская гора». Прежде чем пройти к ее склону, спускаемся вниз. Часть маршрута пройдет по льду реки. Вот эта река Сопь, она разделяет полярный Урал на северную часть и южную часть. Южная часть полярного Урала более снежная, меньше ветров, больше растительности, деревья повыше. Сопь разделила на две части и жизнь нашего гида. Именно после путешествия по этой реке сотрудник охраны с железнодорожной станции решил стать инструктором по туризму. Когда-то к ребятам попал знаком, которые организовывали сплав по реке Сопь. Какое-то переосмысление, что ли, пришло, что я тоже так могу. В какой-то момент я понял, что можно совмещать полезное с приятным. И выучился на инструктора. Хорошо помнит Роман свое первое восхождение к вершинам полярного Урала. Тогда он был еще подростком. С друзьями пытался попасть на территорию затерянной в горах и уже не работающей к тому моменту метеостанции. У нас весь день ушел на подъем. И впечатление просто на целый год. В последующие годы, каждый год мы поднимались на одну из вершин полярного Урала. И вот мы подходим к той самой горе. Деревья исчезают, а под ногами появляются космического вида камни. Они покрытые огненной растительностью. Не все может прижиться. Вот лишайники на камнях прям чувствуют себя хорошо. Это одноименный массив. Раис, куда входит несколько вершин. Это пик полярный, пик топографов. Гора Раис также входит в этот массив. Тут вполне доступны все вершины, потому что достаточно старые горы. Они уже распадаются. Никаких оборудованных троп в этих местах нет, но идти относительно легко. Из-за ветра сугробы не скапливаются. Снег плотный. Сейчас мы выходим на такой каток. И создала его природа. Да, небольшое озеро в ложбине у подножья горы Раис. Здесь можно на коньках кататься? Ну да, возможно. Озеро не глубокое, даже на дне камня видно замерзшие очень красиво воздушные пузыри. И оно безымянное? Да. Кстати, стоило бы придумать какое-нибудь романтичное название для этого озера. А летом купаются? Наверное, экстремалы, потому что до середины лета здесь по берегам снег лежит. Арктические вершины собираются в причудливые сочетания. Покрытые снегом они сияют на солнце. Пейзажи фантастические. А впереди закрытый с двух сторон от ветра коридор. Мы идем по каньону, где летом протекает ручей. Сейчас он засыпан снегом. Мы можем прогуляться, насладиться прогулкой. И смотрите, мы буквально отошли 500 метров. Ландшафт поменялся, растительность изменилась. Одиночные деревья на склонах. То есть это из-за ветров? Да, ветра, суровый климат, все сказывается. Карликовые деревца, которые не могут подняться выше, либо поднимаются выше, но их макушки уже изогнуты от ветра. В горах в это время погода достаточно переменчива. Сейчас мы гуляем достаточно тепло, светло и нет ветра. Через полчаса, 20 минут придает облачность, давление поменяется и дунет ураганный ветер. Ямало-Ненецкий округ протянулся с запада на восток более чем на 1200 километров. Мы проехали лишь небольшую часть, но увидели и бескрайнюю тундру, и живописные горы. Побывали в гостях у оленевода и погуляли по улицам полярного Салихарда. И здесь у заснеженных вершин завершается наше знакомство с этим уголком России. Хотя путешествие могло длиться еще долго. Ямал называют краем земли, но на самом деле он бескрайний. Ничего, что здесь морозы, ничего, что холода. После такого путешествия разлюбить север невозможно. И глядя на эти кадры, по-новому начинаешь воспринимать слова некогда популярной песни. Даже удивительно, что массовый турист только сейчас начинает осваивать ямальские просторы. Оказавшись там впервые, хочется вернуться и увидеть новые места. К примеру, у меня появилось желание побывать на берегу Карского моря и выяснить, насколько теплая там летом вода. Уверен, рано или поздно оно сбудется. Путешествуйте вместе с нами. Путешествуйте по России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...